Дмитрий Воронолин, физкульт-привет На спорткомплексе имени Галины Кулаковой сегодня стартовали крупные лыжные соревнования В ИЖС приехали сильнейшие атлеты при Волжье, чтобы разыграть свой чемпионат Итоги первого вида программы, мужской и женской индивидуальных гонок свободным стилем, подведем прямо сейчас Удивительно, но стартовые номера двух главных фаворитов мужской гонки Ижевчана Александра Уткина и Константина Главацких полностью совпали с их итоговыми местами на недавнем турдеске Уткин в бой ушел под 23 номером, Главацких под 24 и оба сразу задали тон на коньковой дистанции 15 километров Вчера я разговаривал с Костей Главацкий Ему самое главное сейчас просартоваться, чтобы в долгих промежутках этих не было без старта Естественно, если выложиться, проработать, выиграть и тот или другой почти на равнении сейчас В итоге и тут сладкая парочка расположилась рядом У Главацких четвертое место, у Уткина третье А победил другой наш земляк Николай Хохряков Серебро у Артема Николаева из Татарстана И женская гонка на 10 километров подарила немало сюрпризов Долгое время лучшим оставался результат 29 минут 2 секунды Который показала казанская лыжница Диляра Саберзянова Лишь в последний момент ее опередила на финише конкурентка из Уфы Я старалась, но там и сзади девочки уже неплохо шли Это же не только она меня догнала Уж до последнего, как могла Ну, вы довольны вторым Ну, да, я уже давно в индивидуальных гонках не занимала призовые места А вот и победительница гонки у Фимка Ольга Ревницына Это была ее лучшая дистанция в карьере Сама призналась, и результат приличный 28 минут 15 секунд В первом круге мы шли девчонками по нулям А на втором круге я как бы добавила И вот, как получилось Как в целом оцениваете нашу трассу на Викдоне? Ой, она просто замечательная Тяжелая, рабочая То, что надо для лыжника Бронзу завоевала Кировчанка Екатерина Большакова Лучшая из хозяек трассы Оксана Шамшулина, четвертая Завтра в программе чемпионата мужской и женский спринты Начало на комлице Кулаковой в 10.30 утра Хоккеисты Гладовского прогресса в двух важных домашних матчах не досчитались очков, встречаясь с самарским клубом ЦСКА ВВС Итог поединков 3-0 в пользу Самары и 4-3 по булитам в пользу хозяев Далее газовчане отправляются в Ростов-на-Дону, где в субботу и воскресенье сразятся с местной одноименной командой А вот и Шталь играла на выезде в городке Кандапога против ВМФ Карелии И уступила без шансов 2-5 В эти минуты в Твери столевары встречаются с местным ТКХ Матч примечательен тем, что за ежевчан впервые играет защитник из Кристалла Иван Гуляев Контракт с которым наш клуб заключил до конца этого сезона Вернулись из Новочебоксарска с целой россыпью наград наши легкоатлеты На зональном турнире в четырех возрастных группах они выиграли 17 медалей Пять из них золотые, они на счету Елены Магадрицыной, Константина Васильева, Екатерина Маленко, Ирина Гущина и Андрея Бочкарева Победители и призеры поедут на чемпионат и первенство страны Они пройдут в Москве, Волгограде и Новочебоксарске Продолжаем выпуск Кожаный мяч, золотая шайба, веселый дельфин Список популярных детских соревнований можно еще продолжать Признанные бренды советских времен востребованы и сегодня А вот почему, выясняла Марина Азиапина, побывавшая на республиканском турнире шиповка юных Просто доступно, а главное интересно и мальчишкам и девчонкам Программа легкоатлетического четырехболия довольно разнообразна В нее включены бег на 60 и 500 метров, а также прыжки на выбор в высоту или в длину Летом добавляется еще и метание снаряда Каждый человек может себя попробовать в любом виде Может себя попробовать на длинных дистанциях, коротких дистанциях прыжков, метании Он найдет себя и найдет свое любимое дело Вот эта многоборная подготовка, которую мы вели в течение нескольких лет Начиная с маленьких детей и доведя их до среднего возраста Она показывает перспективу ребенка В каком виде он будет лучше себя проявить Дети попробовали все виды и уже видно Какой вид у них лучше получается Многие ребята, кстати, со своей специализацией уже определились Сижевчанка Дарья Вахрушева твердо решила, станет барьеристкой И поедет на международное соревнование защищать честь страны Первый шаг к своей мечте она сделала на этих соревнованиях, где попало число призеров Для нас важно, чтобы ребята, которые имеют потенциал, спортивный в том числе Могли через участие в этих соревнованиях как раз понять, что они нужны нам Они готовы достигать новых вершин в спорте Победителями турнира стали учащиеся 32-й и 87-й ижевских школ А также Малопругинской гимназии и Бабья-Учинской СОЖ Они в начале апреля и поедут в Казань на перенство страны по программе Шиповка юных И последнее Завтра, 16 января, поклонников биатлона ждут на комплексе Демидова Где пройдет зональный турнир среди взрослых и юниоров Первый вид программы – спринт, начало в 11 утра В субботу и воскресенье определяются победители в масс-старте и эстафетах Все у меня на сегодня Болейте только на спортивных аренах И следите за новостями спорта также на сайте Моя Утмуртия До встречи в эфире